Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта NikStudioEdition.ru И сегодня мы будем создавать неоновые титры в программе Adobe After Effects Эти титры и эту стилизацию мы будем создавать без помощи дополнительных плагинов И в итоге мы получим примерно вот это Ну это моя озвучка И сегодня мы будем создавать вот этот вот стиль То есть светящиеся буквы Создадим небольшое отражение, текстуризацию, небольшое движение камеры и вид 3D букв Причем действительно это сделано в 3D То есть если мы будем поворачивать нашу камеру Допустим здесь вот в финале у меня есть камера И если я буду крутить камеру, то мы будем видеть то, что наш текст полностью в 3D Ну конечно у меня еще и бэкграунд, он в 3D пространстве расположен Поэтому здесь есть небольшое искажение Но как мы видим он полностью в 3D Создаем новую композицию и создаем какой-нибудь текст Хотя можно начать с бэкграунда, это в зависимости уже от вас Но я создам какой-нибудь текст Я буду использовать шрифт, который называется Neo Sans Pro И Bolt Italic, то есть жирный курсив Расположим где-нибудь посередине его И я чуть уменьшу сам размер текста, где-то вот так И теперь на этот слой накладываем эффект, точнее стиль, layer, layer styles, gradient overlay Открываем gradient overlay вкладку Нажимаем edit gradient И теперь здесь, где у нас черный маркер, ставим его немножко посветлее То есть он будет немного серым А где у нас белый маркер, ставим его полностью черным Таким образом у нас будет небольшая градиентная заливка Вот такая Чтобы это все более-менее отчетливо видеть Нажимаем toggle transparency grid Чтобы показать прозрачную область Теперь на этот текстовый слой накладываем еще один эффект Точнее еще один стиль Опять же, layer, layer styles и stroke Это будет наша обводка Наши те линии, которые будут выключенными на данный момент Итак, заходим в stroke Я поставлю размер 2, size И укажу цвет на темно-синий Где-то на вот такой вот Итак, создали Вот так это будет все выглядеть Если на темном фоне смотреть И теперь нам нужно создать еще один слой Который будет чуть больше этого слоя на 2-3 пикселя Чтобы это сделать, просто копируем этот слой Нажимаем ctrl D У этого нижнего слоя включаем stroke color Так как у нас градиент стоит У нас не будет изменяться stroke color этого шрифта И у нас будет простое увеличение самого текстового слоя Итак, переходим в stroke color Просто нажимаем сюда И если он не активный Обычно стоит вот такая вот перекрестная линия Если он активный, нам нужно только выбрать цвет Цвет можно выбрать любой Потому что у нас работает градиент Как я уже говорил Нажимаем ok И теперь, чтобы это все видеть Нам нужно изменить значение set stroke То есть значение ширины обводки Итак, ставим ширину обводки где-то на 5 пикселей И самое главное, нужно отключить параметр строк И поставим где-то 8 пикселей обводку То есть таким образом у нас получается То, что наш строк будет именно в середине идти Итак, все это можем прекомпозить Для удобства можем как-нибудь назвать эти слои текстовые Я назову нижний слой out А верхний слой назову его stroke Теперь все это прекомпозим Нажимаем layer pre-compose И называем как-нибудь текст Допустим, enter Теперь будем делать его в вида 3D Я уже показывал, как это можно сделать В одном из предыдущих моих уроков Я делал 3D текст, именно 3D То есть как показал я в начале Но с использованием техники клонирования текста То есть мы просто переводим наш текст в 3D И копируем несколько раз Нажимаем ctrl D Ну вот я слоев 10, наверное, создам Теперь у всех этих слоев Открываем значение position Нажимаем P И просто будем изменять значение Z-координаты По убыванию Девятый текст ставим С значением единица Восьмой двойка Ну и так далее То есть с шагом 1 Можно делать меньше И тогда текст у вас получится более плотный 3D текст в смысле Можете еще раз все скопировать И еще более увеличить объем текста Это в зависимости от того, что вы хотите добиться Если вы будете использовать именно 3D То все-таки желательно Поставить еще более выпуклый текст И если мы создадим новую камеру И будем все это двигать То мы будем видеть то, что наш текст полностью в 3D Итак, уберу камеру И теперь опять же все это Прекомпожу Для удобства Выделяем все Нажимаем layer Прекомпост И назову как-нибудь 3D текст уже Теперь на этот слой На этот слой с 3D текстом Я наложу эффект Который называется Bevel Alpha Effect Perspective Bevel Alpha Чтобы вы более отчетливо увидите Я отключу видимость Прозрачного слоя Переведу light angle на 0 Чтобы свет светил сверху Edge на единицу Чтобы не было такого сильного засвета И интенсивити В принципе можно оставить на 0.4 Вы также можете этот текст скопировать еще раз Ctrl D нажать И здесь уже изменить угол на 180 градусов Поставить на минус 180 То есть обратное значение Но наложение blending mode поставить на screen Таким образом он будет полностью выпуклый И будет полностью все в 3D Но также можно немножко понизить прозрачность Чтобы он не был настолько сильным То есть я поставлю где-то значение прозрачности у верхнего слоя Где-то 75% Для удобства тоже можно все это дело прекомпозить Чтобы затем накладывать какие-то другие эффекты На весь этот текстовый слой Layer, Recompose, 3D Text Итак, вот мы создали наш 3D Text И теперь создадим стилизацию этого текста Я отключу видимость Save Area Это кнопка E на русской клавиатуре Либо запятая на английской Итак, что нам нужно сделать Нам нужно перейти в наш опять текстовый слой И скопировать в любой из этих текстовых слоев Я рекомендую вам скопировать Out слой То есть тот слой, который пожирней Нажимаем Ctrl-Copy Либо Edit Copy И вставляем его сюда Прямо вот сюда вставляем Ctrl-V Либо Edit Paste И здесь этот слой мы просто отключаем Layer Styles То есть таким образом он будет по умолчанию белым Полностью белым И теперь здесь просто вырезаем маской наш блик Это будет наше отражение, которое сделано вот здесь Я сделал его таким кастомизированным То есть он не выглядит как настоящее отражение Но в данном случае я сделаю его таким более натуральным Переходим в инструмент Ellipse Tool Выделяем наш Out слой И просто рисуем вот такую вот допустим маску Теперь самое главное Нам нужно поставить прозрачность до 30% Можете допустим за место круглой маски использовать квадратную Опять же выбираем Restangle Tool И просто вот можем использовать вот такую вот Итак, вот мы получили такие вот стилизованные титры Они немного отражают свет И выглядят уже неплохо Итак, я рекомендую также этот отраженный текст как-нибудь назвать Это отраженный слой Reflection, допустим Reflection И теперь будем создавать саму неоновую подсветку Опять же приходим в наш текстовый слой И копируем здесь слой строк Опять же Ctrl-Copy И вставляем его между слоем с Reflection Можем поставить просмотр в соло режиме Чтобы посмотреть как он выглядит И теперь здесь, на этом строке Мы, во-первых, отключим Layer Styles полностью А во-вторых, я поставлю строк Color На вот такой вот, наверное Очень яркий, такой вот бирюзовый цвет И отключу Fill Color То есть у нас будет одна маска Чтобы отключить, нажимаем вот на эту иконку No Fill Color Таким образом у нас будет вот такая вот практически невидимая завивка Потому что нам нужно поставить ширину строка Ширину поставим где-то на 2 пикселя И нужно посмотреть, как она будет выглядеть На общей картине Просто отключаем значение Solo Mode И посмотрим, как это будет все выглядеть Довольно неплохо Также рекомендую поставить наложение на Add Чтобы все это было более ярким Это будет наш строк Назовем его этот слой как-нибудь Neon Чтобы, кстати, назвать или переименовать этот слой Просто нажимаем Enter по умолчанию И теперь главное Придадим эффект свечения Эффект Stylize Glow Можно, в принципе, оставить по умолчанию Но я рекомендую вам оставить Значение радиуса в пределах 10 И теперь создадим Анимацию появления этого текста Во-первых, перейдем В настройки текстового слоя И нажмем кнопку Animate Нажимаем на нее И выбираем значение Appacity Выкручиваем значение Appacity до 0 Ставим 0 И заходим в Range Selector В этом Range Selector указываем значение Start 100 А значение End 0 И теперь в параметре Advanced Ставим значение Randomize Кстати, если вы не хотите, чтобы он появлялся рандомно То есть, как у меня, допустим, вспыхивал Вы можете просто анимировать значение End И он будет у вас вот так вот появляться Как печатная машинка Но я предпочитаю Randomize Order Нажимаем на On И теперь где-нибудь на 2 секундах Ставим ключик на End И в течение полторы секунды Или двух, допустим, секунд У нас будет появляться как-нибудь рандомно наш текст Вот примерно вот таким вот образом И чтобы сделать наше затухание таким вот, как у лампочки То есть, с колебанием света Я обычно изменяю параметр прозрачности у самого слоя Вы, в принципе, можете и попробовать изменить прозрачность у аниматора Но в таком случае самопрозрачность будет меняться и у всех остальных букв, которые здесь у нас есть В принципе, тоже неплохое решение Если вы хотите сделать что-нибудь такое вот интересное То есть, изначально они не появляются, эти буквы Ну, так как надо А где-нибудь после двух или трех появлений букв ставите ключик на 5-0 И через 2-3 фрейма Можно, допустим, повысить значение прозрачности до 10% Затем резко через 1 фрейм опустить до 0 Конечно, это можно сделать с помощью выражения Но на таком маленьком промежутке можно и проставить ключами Потом может быть 30 резко И опять же 0 Будет такое вот загорание света И довольно интересный эффект Ну и, конечно же, не забываем про прозрачность самого слоя То есть, можем просто выделить наш слой текстовый и нажать кнопку T И это общая прозрачность самого нашего слоя Можем поставить значение wiggle Чтобы придать небольшое колебание света Это как, допустим, у флуоресцентных ламп То есть, нажимаем Alt-клик по этим часам Либо Animation at Keyframe И пишем выражение wiggle Скобочка открывается 2,100, например Таким образом, наше значение будет в течение 2 секунд изменяться до 100 единиц И будет вот так вот полностью потухать или появляться Можем, конечно, прописать еще цикл Чтобы после какой-то определенной секунды наш текст полностью горел Или же оставить появление вот такого вот неонного света Теперь будем создавать заднюю вспышку, заднее свечение Для этого мы просто копируем слой с неоном Нажимаем Ctrl-D И теперь этот слой, неон 2, переносим в самый низ Он будет за слоем с нашим текстом И будет выглядеть так же, как и наш строк Но в отличие от нашего строка, который будет появляться так и выглядеть так Мы изменим некоторые параметры Во-первых, сам строк будет белого цвета И сам цвет, который сейчас выключен, он тоже будет белого цвета То есть он будет полностью вот таким вот свечащимся Итак, вот теперь мы немножко видим уже свечение Я назову этот слой Glow И изменим ширину заливки строк где-то до 8 То есть у нас будет вот примерно такая заливка Можно также поиграться с значениями Glow То есть поставить чуть побольше радиус У нас будет такое большое размытие Но я оставлю это на потом То есть у нас будет 2 Glow слой и еще один слой с неоном Итак, создадим теперь Background И затем немножко украшательств всяких разных Создадим для начала новый Solid слой Он будет называться как-нибудь BG И он будет серого цвета Не очень темного, где-то с цветовым кодом 6,3 Нажимаем ОК, ОК И переносим его вниз Теперь создаем еще один слой И это будет наш черный слой И это будет наша виньетка Ну то есть рамочка Виньетка Хотя я неправильно написал, но ладно И теперь с помощью Pen Tool маски Создадим какую-нибудь кастомизированную маску Кастомизированную виньетку То есть я как-нибудь вот так вот маской нарисую Где-то вот так И теперь у этой маски поставим наложение опять же Subtract И Mask Feather изменим до 120 Где-то вот так Теперь я рекомендую наложить какую-нибудь текстуру Которая будет использована в качестве бэкграунда Потому что однотонная Вот такая вот серая область Как-то не очень красиво смотрится Поэтому находим опять же гранжевую текстуру У меня она вот такая В интернетах полно Просто перекидываем вниз Между виньеткой и бэкграундом И ставим наложение Overlay И у нас будет вот такая вот текстура Уже выглядит неплохо И причем вот это вот наложение Виньет, Гранж и БГ Также можно прекомпозить Чтобы удобно было накладывать какие-то сторонние эффекты Layer, Precompose и БГ, Main Итак, вот у нас уже прорисовываются интересные вещи Теперь здесь Glow, который у нас есть Я еще раз его скопирую Это будет... Перенесу вниз И это будет мое второе Glow Которое будет освещать дополнительно наш бэкграунд Это будет Glow BG Чтобы не забываться И теперь здесь В нашем Glow BG Мы будем увеличивать радиус свечения Где-то до 80 То есть где-то вот так И уменьшим строк вид Где-то до 3 или 4 пикселей Итак, теперь еще раз скопируем неон Ctrl D Это позволит нам еще более ярче увеличить неоновую подсветку Но я немного понижу прозрачность То есть поставлю где-то 50% Где-то вот так Чтобы это все появлялось Я выделю слои с неоном 2 Glow и Glow BG Выделяем их с помощью Ctrl и левого клика И нажимаем Edit Split Layer И теперь открываем значения с выражениями Чтобы открыть те параметры, на которые используются выражения Нажимаем кнопку E Е Два раза Е Е нажимаем И теперь все эти выражения просто выключаем Нажимаем на иконку со знаком равно Чтобы слой в дальнейшем не колбасился И просто уже стоял статично То есть вначале у нас вот такое активное появление А затем просто текст встает Вспыхивает и все Итак, теперь можно все это дело прекомпозить Просто все это выделяем Нажимаем Layer Precompose И здесь вы можете его немножко анимировать То есть, во-первых, изменить значение Scale Нажать S кнопку Значение Scale поставить на 2 секундах А на 1 секунде значение 75% Так как у нас виньетка, у нас будет появляться текст из вот такого темного тумана И углов вот этих вот не будет видно Ну и также можете дополнительно создать еще один слой с темным цветом Либо с тем цветом, который вы используете по умолчанию Если не темный, допустим И, конечно же, плюс прозрачность, которая у нас здесь есть То есть зажимаем Shift, нажимаем T Значение опять все ставим на 100 Ключик И где-то на 1 секунде Делаем такой вот Fade То есть изначально будет значение 0 И плюс вот такое появление И в дальнейшем Появление неонового текста Также Здесь Выделяем все ключи Нажимаем F9 Потому что у меня по умолчанию стоят линейные Интерполяция И с помощью кнопки F9 у нас будет Интерполяция Easy Is Будет более плавная Итак, вот что у нас в итоге получается То есть у нас идет появление текста И все А в дальнейшем просто застывание вот такое Ну и напоследок Я сделал также общую цветокоррекцию Можем наложить на наш финал Сразу же Либо создать новый Adjustment Layer И использовать его в качестве коррекционного слоя Новый Adjustment Layer Color Correction Знаменитый фильтр Немножко понижаем контрастность Чуть повышаем яркость Теперь в красном канале Уменьшаем красный канал И получаем зеленый канал Опять же немножко выкрутить И поставить таким вот Еще более холодным Либо в самом синем канале Blue Поставить его наоборот вверх И получить вот такое вот свечение Что в принципе я и оставлю Посмотрим на результат Итак, вот что у нас в итоге получается Появление текста Загорание неоновых букв И учитывая то, что это все у нас в 3D Можем сделать не простой наезд камеры, как здесь А создать камеру И сделать, допустим, угловой какой-нибудь Либо боковой переход А, кстати, еще я экспериментировал с этим проектом И вы можете также докрасить этот проект Допустим, вот этот вот неоновый строк Есть такой фильтр, который называется Vegas И с помощью этого Vegas вы можете создать еще дополнительно лампочки на него То есть, допустим, выделяем неоновый какой-нибудь цвет Я сейчас на одном покажу Применяем на него эффект Generate Vegas У нас по умолчанию создаются вот такие вот желтые точки Но они меняют свой цвет, то есть на белый И становится такой вот более интересный эффект Такой гирляндный Или можно использовать просто одни эти лампочки Указав Blending Mode на Transparent То есть вот такие вот можно использовать вещи Появление в качестве таких вот лампочек Кстати, изначально у меня была еще идея оранжевый создать А не такой вот бирюзовый Но как-то я от этого отказался Оранжевый тоже довольно неплохо выглядит И, кстати, да, сначала идет Vegas А потом идет Glow Чтобы был эффект свечения вот такой Тоже не забываем про это Ну вот, в принципе, и все С помощью таких вот интересных действий Можно создавать красивые стилизованные титры под неоновый стиль С вами был я, админ сайта NyxStudioEdition.ru Заходите на мой сайт Смотрите обновления Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok